здравствуйте друзья с вами паша фриман на связи и сегодня я решил для вас сделать отдельное видео с обзором на очередную новинку патча 2.7 но имеется не очередную новинку вообще новинку патча 2.7 красные небеса а именно дар до итальянскую бмп шичку и прежде чем мы начнем друзья не забудьте ставить лайк также проверьте подписочку на канал потому что периодически они слетают и если это так то подпишитесь обратно чтобы не пропускать новые ролики по war thunder и другим играм также напомню что в ссылочке в описании всякие разные езде вы можете подписаться на мои группы вконтакте телеграм и инстаграм и в общем везде где только можно чтобы не пропускать анонсы стримов и так далее в общем давайте начинать дар до боевой рейтинг 90 непремименная машинка обычная линейная и я вам друзья скажу так самом начале прям обзора это самая лучшая самая интересная новинка данного патча не т-80 бвм не самолет сагитарио 2 никакая либо другая новинка не сможет на мой взгляд постигаться с дар до потому что это настолько эффективная машина что вы просто офигеете разумеется машина является легким танком во всяком случае так классифицирует его war thunder соответственно мы с вами можем помогать ремонтом помогать с тушением пожара потому что это новая механика war thunder а то бишь когда ваш союзник горит и у него закончились огнетушители при наличии этих огнетушителей у вас вы можете к нему подъехать и помочь с тушением пожара но тогда у вас конечно же один из огнетушителей закончится при этом у нас есть активная разведка которая очень сильно помогает нам фармить серебро и опыт к сожалению как мне кажется италия вкачана далеко не у всех поэтому все в начале выхода патча начали качать советов думаю что это самая интересная новинка но нет друзья это совершенно не так в общем почему я считаю дар до одной из самых лучших интересных новинок во первых у нас дико скорострельное орудие 25 миллиметровая автопушка эрликон кба b02 на целых 560 выстрелов в минуту а это практически столько же сколько у bmp 2 то бишь скорострельность у нас очень даже хорошая при этом у нас отличные углы вертикального наведения от минус 10 до плюс 60 градусов это означает что мы с вами можем играть как от холмов и складок местности так и стрелять практически вверх по авиации низколетящим самолетом и вертолетом и конечно же противником которые будут прятаться где-то там на горах это конечно же очень большой плюс помимо этого у нас скорость поворота башни в 54 градуса в секунду на экспертах что согласитесь тоже довольно таки неплохо и очень быстро мы с вами можем реагировать на противника если вы играете на городских картах минусом данные автоматические пушки я скорее отмечу ленты боесопас которых равняется всего 100 снарядом то есть снарядов отстреляли и перезаряжаетесь 8 с половиной секунд идет перезарядка лент у нас с вами собой 4 штуки ну или 5 уже заряжена и друзья на этом плюсы данные автопушки не заканчиваются во первых мы на первом ранге прокачки имеем с вами подкалиберные снаряды m791 с бронепробитием 76 миллиметров с 500 метров под прямым углом конечно же это означает что если вы правильно видите противника то на расстоянии в принципе до километра вы сможете пробить практически любой порт любого танка на этих боевых рейтингах и выше но это не самые топовые снаряды по пробитию в топе на четвертом ранге у нас с вами открываются опередов бронебойные подкалиберные то бишь 25 миллиметровые ломики с бронепробитием 86 миллиметров с 500 метров и 82 миллиметра с километра разумеется шанс на пробитие борта больших расстояний под первым углом у вас увеличивается при этом некоторые танки начинают пробиваться в казенник данными снарядами учитывая тот факт что у нас есть и стабилизатор и адовая скорострельность выбивать стволы и казенники на этой бмпшке одно удовольствие правда тут есть одна оговорочка у этих маленьких ломиков есть один большой недостаток как мне показалось по опыту до игры на дарда у них урон раза в три наверно меньше чем у обычных подкалиберов поэтому если вы играете на близкой дистанции или на средней то я вам советую использовать обычные подкалиберы чтобы у вас просто урон проходил нормально с автопушки если же вы попадаете на карту на которых будут относительно большие расстояния ну или там минимальная дистанция будет средняя то есть там 500 плюс метров то тогда используйте оперенные подкалиберы у вас тогда будет больше шансов на пробой на дальних дистанциях но дарда интересен не то чтобы автопушкой учитывая что она у нее мега охрененно я думаю в начале ролика вы это уже могли заметить у нее есть замечательный плюс в виде двух пусковых установок и на третьем ранге прокачки у нас в эти пусковые установки можно зарядить то в 2b которые прошибают противнику крышу как на брэдлике м3а3 и на шведском стрвшки 90 40 и это самое лучшее наверно птуры для борьбы с крысами и либо труднодоступными противниками которые от вас заезжают кулата за холмик или за камни потому что вы стреляете просто над противником и он ему пробивает крышу не всегда эти птуры во всяком случае на данный момент времени уничтожают танк одним попаданием иногда надо будет и по два раза стрелять но противнику будет явно не до шуток когда вы по нему попадете данным туром так как вы ему наносите либо очень жесткие криты либо уничтожаете при всем этом у нас с вами довольно неплохая подвижность максималочка 70 километров в час задний ход аж целых 32 а кстати птуров у нас целых восемь штук с собой и еще один из таких плюсов это то что пусковая установка всегда в боевом положении то есть вам надо только остановиться и начать уже стрелять на ходу она к сожалению стрелять не может помимо всего прочего двигатели трансмиссию нас располагаются в передней части корпуса и отделены 6 миллиметровым листом от боевого отделения соответственно другие бмп шки боевые машины пехоты и зенитки не всегда вас могут уничтожить в лоб во всяком случае корпуса когда вам башню начинает закидывать конечно становится не очень хорошо помимо этого у нас у самого корпуса броня неплохая 72 миллиметра в лобовой проекции на мой взгляд это довольно неплохо учитывая что у нас еще есть там небольшие 8 миллиметровые 20 миллиметровые листы в лобовой проекции короче живучестью этой машинки учитывая ее класс довольно неплохая но конечно же частые ваншоты тоже будут встречаться но если противник будет не очень опытный то он вас конечно завалит и не сразу экипаж у нас три человека что конечно не очень хорошо если вам попадут в башню потому что в башне сидит из них двое и если обобщать это знаете получается такая смесь type 89 по подвижности он очень на него похож при этом автопушка стоит у нас с вами такая же как на ададсе при этом в этой автопушке используются лобники маленькие с хорошим пробоем и птуры от брэдлика м3 а3 короче сочетание трех одних из самых лучших бмп шек можно сказать в одной ну и конечно же друзья переходя геймплею я вам могу советовать только один вариант вы сами знаете какой только активный геймплей потому что птуры у нас с вами не бесконечные они рано или поздно у нас с вами закончатся и придется воевать автопушкой и как я вам уже говорил на средней близкой дистанции данная автопушка крайне эффективная особенно при объезде в борт и обстреле противника по этому самому борту либо по уязвимым местам также она довольно неплохо выпивает стволы правда не всегда стволы и чаще выбиваются именно ломиками то есть обычная лента стволы может не забрать я не рекомендую подставляться на дордо под атаку противника ну это логично да мы все таки бмп мы машина поддержки и в крайнем случае зенитка если зениток нет мы можем их спокойно заменить конечно же если вы будете уже знать карты и куда как объезжать тайминги плюс-минус изучите то на данной бмпшке вы сможете просто раздавать кучей 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 фрагов по 45 фрага за бой принципе на ней это нормальное дело если у вас средний скилл то у вас будут примерно такие вот результаты конечно бывают результаты посерьезнее по 10 фрагов набивал и по 11 и один раз чуть ядерку не набил на одном только выкате так что очень многое зависит от самой карты куда вы попадете в городских условиях она конечно же вообще жестко божит на больших картах типа линии машина какой-нибудь фульды становится посложнее потому что танки на больших расстояниях используют тепловизоры и против них просто сложнее играть кстати забыл упомянуть у нас есть тоже тепловизор первого поколения и в виде от наводчика к сожалению дублирующей системы ведения огня и командирского прицела у нас с вами нет но и подводя итог как вы друзья понимаете я свои слова подтвердил это самая лучшая самая интересная новинка среди наземной техники в вард андре патче 2.7 совокупность ее характеристик делает из дардо очень грозное оружие особенно в умелых руках и при активном геймплее просто влетаетесь им в борта расстреливать автопушкой закидывайте крысом туре талабе в крышу либо можете прямым попаданием в конце концов расстрелять но берегитесь других зениток и старайтесь на больших картах не кататься по открытой местности все таки я вам советую объезжать по каким-нибудь далеким далеким объездным путям ну и конечно же случае отсутствия зениток используйте ее как зенит она тоже довольно эффективная при этом у него кстати есть и осколочно-фугасная лента вот такая вот друзья новинка своим мнением делитесь в комментариях я обязательно почитаю потому что я читаю всегда также ваш лайк и подписка на канал очень сильно помогут развитию как меня так и моего канала и продвижению данного ролика в ютубчике соответственно проверяйте подписочки и приходите почаще на стримы они у нас проходят почти каждый день но с вами был паш фриман всем удачи хорошего рандома пока пока друзья и